Надежда вернуть деньги еще жива у клиентов первой сберегательной кассы. Больше года назад организация оказалась неработоспособной. Ее заподозрили в отмывании финансовых средств и заблокировали счета. В итоге люди остались без своих денег. А в конце октября в кооперативе введено внешнее управление. Чем это может помочь пайщикам, расскажет Марина Конодакова. Я лет пять там состояла. Вроде все нормально было. Мы с ней много лет работали. Лет восемь точно. Представляете? И тут в раз обрушили нас. Работали, то есть вносили деньги и получали с них проценты больше, чем в банке. Теперь же пайщики первой сберегательной кассы время от времени собираются вместе и им рассказывают, что делать и как быть дальше. Гром грянул в 2017 году, когда банки заблокировали счета ввиду подозрений, что через кооператив идет отмывание средств. Касса перестала выдавать займы и проценты по вложенным деньгам. А два с лишним месяца назад суд вел внешнее управление. Задача продать имущество организации и на вырученные средства расплатиться с пайщиками. Не только касса должна людям, но и ей должны. Объем выданных займов более 70 миллионов рублей. И как это бывает, не всегда заемщики вовремя возвращают долги. На сегодня около 20 миллионов уже просужено, но, к сожалению, не все хотят возвращать заемные денежные средства. И тут предугадать очень сложно, к сожалению. Внешнее управление введено на полтора года. Удастся ли за это время собрать 72 миллиона, которые касса должна пайщикам, неизвестно. Временный управляющий обещает сделать все возможное. И людям лишь остается ей верить. Надоело вот это лицо. Неизвестность это, что впереди. Но надежда умирает последняя. Будем надеяться. А чему эта история вас научила? Ну, не знаю. В своей банке надо, наверное, все хранить. Я представлял интерес вкладчиков по Хакасскому негосударственному пенсионному фонду. И сейчас представляю. Я, знаете, понял одно. Пока не будет четких государственных гарантий, нельзя деньги нести. Вот в такие вот конторы, понимаете? Ну, нельзя. Потому что слишком мала у нас мера ответственности за определенные действия. Обшие собрания, голосования, иски в суд, включение в реестр кредиторов. Чтобы вернуть свои кровные, клиентам первой сберегательной кассы необходимо пройти все процедуры. А желающим заработать на процентах стоит знать. Вклады принимают только банки, и только они имеют государственную страховку. Все остальные конторы – исключительный риск самого владельца денег. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.